Актуальное интервью в эфире. С вами Анна Харунжева. Здравствуйте. С 1 сентября 2022 года в школах вводятся обязательные уроки финансовой грамотности. В Центральном банке пояснили, что обязательное преподавание финансовой грамотности с 1 по 9 класс закреплено в разработанных при участии регулятора новых федеральных государственных стандартах начального и основного общего образования. Именно об этом мы и будем сегодня беседовать с Мариной Панасенковой, проректором Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования. Марина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Вот очень интересная тема. Уроки финансовой грамотности. Это какой-то ноу-хау или такая практика уже в Ставропольском крае была? Ну, хочу сказать о том, что ноу-хау для нашего края финансовой грамотности не является. Почему? Потому что еще с 2014 года в нашем крае разработана и реализуется программа повышения уровня финансовой грамотности. Причем в эту программу включены разные слои населения. Это и детское население, и взрослое население. Поэтому сказать о том, что мы никогда этим не занимались, я бы так не говорила. А уже с 2015 года наш институт очень активно включился в данную работу. Мы обучили педагогов основам финансовой грамотности с тем, чтобы они уже внедряли основы финансовой грамотности в школах. И уже в 2015 году, начиная с этого периода, в отдельных школах это уже было. А это была какая-то пилотная версия? Может, дополнительные какие-то занятия? Ну, это было по желанию педагогов, которые активно включились в этот процесс в школах нашего края. А уже с сентября этого года это будет обязательным элементом в школьной программе. Вот прям в каждой школе? В каждой школе. В каждой школе. Я поясню, чем это обусловлено. С 1 сентября 2022 года стартуют обновленные стандарты начального общего образования. Согласно которым уже вводится с 1 по 9 класс основы финансовой грамотности в школах. Но это не будет отдельно взятым предметом. Это будет вкрапление в предметы математика, география, общество знания, элементов финансовой грамотности. Если мы будем говорить о детях начальной школы, 1-4 класса, то здесь будут вкрапления также основ финансовой грамотности в окружающий мир и в математику. То есть отдельного предмета не будет, но элементы будут изучаться как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Тема очень популярна действительно сейчас. Даже в одной из немалоизвестных детских передач я видела, как объясняют это совсем малышам и маленьким деткам. То есть тема насущная. В связи с чем связана такая популярность этой темы сейчас? Мы с вами живем в таком интересном мире. Через интернет можно купить разные товары и очень много мошенничества возникает в связи с этим. Поэтому основам финансовой грамотности нужно учиться не только взрослому населению, но и детям. Потому что если мы детям не привьем бережное отношение к предметам, которые куплены за деньги, не привьем бережное отношение, покупая какую-то покупку через интернет, или не умея посчитать сдачу, когда тебе в магазине кассир отдает, то, конечно, это будет приводить к неправильному финансовому поведению, а следовательно и благополучию человека в целом. Ну, очень здорово, что это вводится уже и на уровне даже школы, потому что раньше, наверное, все-таки это было на откуп родителям больше оставалось. Ну, в большей степени, да. Как родители с детьми обучали или не обучали основам финансовой грамотности, то в школах, конечно, это теперь будет обязательным. Более скажу, и в детских садах основы финансовой грамотности тоже уже внедряются. Ну, это очень интересно. Ну, давайте про школы. С какого все-таки, по какой класс? И вот немного более подробно, что же там в начальной школе-то они такого будут делать? С первого по девятый класс, как я уже ранее сказала, будут изучаться основы финансовой грамотности. Ну, если мы будем говорить о начальной школе, то детям будут прививаться навыки бережного отношения к деньгам, будут они изучать основы семейного бюджета, как планировать семейный бюджет, что такое бюджет, что такое расходы. То есть вот такие темы, они незатейливые, но, тем не менее, очень важные для каждого ребенка будут изучаться на математике и на окружающем мире. Но на этом не будет заканчиваться обучение основам финансовой грамотности, поскольку она нас окружает в повседневной жизни. Поэтому еще на откуп каждой школе дано использование основы финансовой грамотности во внеурочной деятельности. Например, кружок или целый факультатив, посвященный основам финансовой грамотности, где уже по желанию ребенка, ребенок будет включаться в эту деятельность, ну, более детально, более подробно, скажем так. А для более старших классов? Для более старших классов здесь уже расширяются, во-первых, предметы, как математика, география и общество знания, так и другие могут быть включены предметы. Тот же ОБЖ, та же физкультура. Казалось бы, невозможно на уроках иностранного языка изучать основы финансовой грамотности, но это далеко не так. На каждом предмете элементы финансовой грамотности возможно включить с тем, чтобы приблизить вот те ситуации, с которыми может ребенок столкнуться в реальной жизни. Вот, ну, чему важно научить детей здесь, еще в школе, какие аспекты важно осветить? Например, как вы уже сказали, семейный бюджет, может быть, это будет про страхование, про те же, может быть, даже и брокерские счета, расскажите. Вот в этом вопросе очень важно понимать, в каком возрасте мы учим ребенка, потому что, если говорить о дошкольном возрасте, то база знаний будет одна, так называемые целевые ориентиры, понимание, что есть труд, что труд оплачивается, что есть деньги. Если мы будем говорить о начальной школе, здесь уже немножко тематика будет усложняться, дети уже будут учиться понимать не только обращению с деньгами, но и как, например, накопить на какую-то покупку. Это будет у него специальный свой кошелек, или это будет какая-то копилка, или просто он будет карманные деньги использовать на какие-то свои расходы. А уже старшие классы, конечно, здесь уже более серьезные, здесь уже инвестирование, здесь уже идет вопрос о создании своего какого-то бизнес-плана с тем, чтобы какую-то тему развить, накопить или что-то воплотить в жизнь. Поэтому все зависит от возраста. В каждом возрасте будут свои, скажем так, приоритеты, чему важно научить ребенка. Но говоря в целом, что мы должны понимать, что обучение финансовой грамотности должно быть как бы практикоориентированным. То есть не только дать и не столько дать ребенку базу знаний, умений, навыков, а чтобы ребенок научился применять это. Да, я знаю, что такое деньги, но на практике я транжира, я могу спустить деньги за один день, а потом целый месяц ждать, пока там будет зарплата или какие-то еще накопления. А если человек идет к своей цели, то он уже будет понимать, что нужно накопить, что нужно сберечь, что может быть от этой покупки следует сегодня отказаться. Поэтому очень важно научить ребенка именно применять в жизни полученные знания. Меня как родителя это тоже очень сильно радует, что вот такое у нас появилось еще и в школах. Был пилот. Какие результаты тех пилотных проектов, тех школ, которые вот до этого, в те годы участвовали? Какие отзывы от них? Ну, я так понимаю, раз уже распространилось это на все школы, наверное, положительные результаты. Дело в том, что когда какая-то одна школа принимает в каком-то мероприятии участие, это не может остаться равнодушно и не распространиться на другие школы. Поэтому школы, ну, как бы заражаясь друг от друга, в хорошем смысле этого слова, конечно, практикуют основы финансовой грамотности. И она уже выходит далеко за уровень района, школы, а уже на уровень края или Российской Федерации. Хочу сказать, что наши школьники достаточно активно принимают участие как в мероприятиях краевого уровня, олимпиады, чемпионаты по финансовой грамотности. Буквально в прошлом году мы проводили чемпионат по финансовой грамотности, олимпиаду мы проводили для старшеклассников, так и во всероссийских мероприятиях. Неделя сбережений, неделя финансовой грамотности. То есть этот предмет, ну, предмет можно вот так назвать, он достаточно популярен среди школьников, потому что они действительно понимают, что им это надо, что действительно финансовая грамотность, она помогает рационально планировать свой бюджет, рационально использовать свой бюджет, ну и, наверное, делиться опытом с другими, кто этого еще делать не умеет. Родители, наверное, рады еще больше, что дети научатся пользоваться деньгами, они будут транжирами. Хорошо, от учеников к учителям, кто будет вести эти предметы? Опять-таки, если мы говорим об обязательном изучении на предметах математика, географии, общества знания, следовательно, учитель математики, учитель географии, учитель общества знания будет вести эти уроки. Но, как я уже сказала, это могут быть другие учителя-предметники, иностранный язык, ОБЖ, физическая культура. И в рамках внеурочной деятельности, следовательно, в этот процесс будут вовлечены педагоги дополнительного образования, классные руководители. Ну, то есть в зависимости от того, какой формат проведения мероприятий. А как специалисты получали повышение квалификации именно в этой области? Проходили они какую-то подготовку? Безусловно. Мы ведем некий банк данных об учителях, которые прошли повышение квалификации в области финансовой грамотности. Он у нас ежегодно пополняется. И ресурсы мы используем самые разные для повышения квалификации. Это и ресурсы нашего института. Мы осуществляем обучение на курсах повышения квалификации. Мы во все дополнительные профессиональные программы повышения квалификации ввели двухчасовой модуль. Он так и называется «Основу финансовой грамотности для учителей». И данные модули, они включены абсолютно для всех категорий педагогических работников. Это и воспитатели детских садов, и воспитатели детских домов, и воспитатели коррекционных школ, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это и учителя. Плюс сюда мы еще включаем ресурсы Российской Академии Народного Хозяйства. Их специалисты обучают наших учителей. Плюс Северокавказский федеральный университет. То есть возможностей много. Было бы желание у учителя повышать финансовую грамотность. А оно есть у наших учителей. А вот это обучение можно пройти только очно или и онлайн тоже можно? Мы обучение осуществляем очно с применением дистанционных образовательных технологий. А РАНХИКС, Российская Академия Народного Хозяйства, они обучают дистанционно. Поэтому тоже формат обучения разнообразный. Можно очно, можно дистанционно, можно смешанно. И очно, и дистанционно. Наверное, учителя еще ездят на какие-то семинары, может быть, даже в другие города. Вот у вас был опыт, что с нашего Ставропольского края отправлялись в Москву, в Питер, куда-нибудь? Безусловно, учителя наши очень любят делиться своим опытом. И в позапрошлом году учитель из шестой школы города Ставрополь, она стала победителем всероссийского конкурса. Как здорово за конкурсы, расскажите. Конкурс проводился, по-моему, Центробанком. И там были определенные критерии представленных материалов. И вот наша учитель, которая занималась углубленно основами финансовой грамотности, на общий историк. Это Анисимова Анна Борисовна. Вот этот учитель, она у нас заняла первое место на всероссийском конкурсе. Нам это очень приятно. Замечательно, да, мы тоже поздравляем в свою очередь. Ну, кстати, историк, ну, на первый взгляд, вроде необычно, но с другой стороны, ведь это можно проследить, как исторически тоже эта тема развивалась и складывалась. Здесь развить эту тему очень можно даже широко. Те же деньги, история денег, какие были деньги, какой оборот был денег. То есть здесь самые-самые разнообразные вопросы. Можно и в истории тоже погружаться в финансовую грамотность. Ну, а теперь про методички, пожалуйста, более подробно. Вот специальная учебная литература, то есть это какие-то учебники, рабочие тетради, учебные планы. Как они вообще на страну одинаковые или все-таки есть какие-то нюансы и различия? Ну, до 1 сентября 2022 года, поскольку финансовая грамотность была как бы таким необязательным предметом, очень много пособий на самом деле разработано и Центробанком, и просто определенными авторами. И эти учебники и пособия использовали учителя по своему усмотрению, где-то элементы, где-то полностью. Это и рабочие тетради, и, кстати говоря, для абсолютно разных категорий такие пособия разработаны. И для воспитателей детских садов, и для воспитателей детских домов, и для учителей. А учитывая, что с 1 сентября это станет обязательным, то, безусловно, в учебники будут вводиться элементы финансовой грамотности. Но эти учебники еще в стадии разработки. Мы их еще пока, к сожалению, не имеем на руках, что туда будет включено в соответствии с тем содержанием, которое определено. А оценки будут ли входить вообще в аттестат, но если нет отдельного предмета, я так понимаю, что, наверное, нет. Нет, к сожалению или к радости, оценок отдельно взятых именно по финансовой грамотности не будет, поскольку в аттестате такого предмета нет. Ну, оно будет влиять, видимо, это направление на оценку предмета, допустим, математики, той же самой или... Безусловно, потому что планируемые результаты, которые определены по каждому предмету, они, конечно же, будут отражать и вопросы финансовой грамотности в том числе. Ну, как вы считаете, по вашему мнению, с какого возраста важно знакомить детей с деньгами? И как это можно сделать как можно раньше? И вообще стоит ли родителям начинать это? Или достаточно дождаться там школьной программы? Ну, вот мое личное мнение – это дети дошкольного возраста должны быть включены в этот процесс. Начиная где-то с 4 лет мы уже можем объяснять ребенку, что такое деньги. Почему? Потому что родители ходят с детками в магазин, дети видят, что родители могут расплачиваться банковской картой или могут расплачиваться наличными деньгами. Поэтому уже с дошкольного возраста, конечно, мы вполне можем знакомить детей с тем, что такое деньги, что мама и папа работают, чтобы заработать деньги, чтобы купить игрушку нужны деньги, чтобы проехать в общественном транспорте нужны деньги, чтобы купить машину тоже нужны деньги. Поэтому здесь, конечно же, дошкольный возраст, он такой будет благоприятный возраст для начала обучения детей основам финансовой грамотности. Ну вот, что можно, например, еще сделать? Копилку, например, да, наверное, завести? Можно копилку завести, можно завести, например, книгу расходов и доходов. Это практикуют часто семьи, и действительно это работает, когда ты ведешь отдельно те расходы, которые в течение месяца семья осуществляет, и параллельно мы ведем, скажем так, страничку в нашем блокнотике, где мы включаем или расписываем те доходы, которые есть у семьи. Но, как правило, статьи доходов их одна-две, а статьи расходов их уже более десяти. И квартплата, и продукты, и подарки, может быть, на лекарства потратить деньги или еще куда-то. То есть, конечно же, статьи расходов, они значительно больше по количеству, чем статьи доходов. Это заработная плата, ну, может быть, какой-то еще дополнительный заработок. И вот важно соотнести, научить ребенка соотнести доходы с расходами, потому что желаний много у нас. Вот как не вырастить ребенка-транжир? Может, у вас есть еще советы? Ну, вот здесь я же говорю, можно вести вот такие учеты, да, чеков, например, собирай чеки за месяц. И тогда ты увидишь свои расходы, которые ты осуществляешь. Ну, может быть, и не нужно этого делать. Или, например, ты поставил себе какую-то цель, чтобы эту цель достичь или реализовать, воплотить. Нужно определенные условия соблюсти, там, не покупать лишнего. Или, там, не ходить, там, на развлекательные мероприятия, которые тратят много денег и необходимо на них. А уже в копилке ты будешь собирать и идти дальше к цели. Это зависит от самого человека, как он для себя ставит какую цель. Или ближайшую цель, сегодня я поду на день рождения, или перспективную цель, я хочу купить велосипед. Поэтому я должен тогда себе в чем-то отказать, чтобы накопить на желаемую покупку. Как учителя восприняли то, что вот такие уроки вводятся? Ну, учителя, не могу сказать, что это была радость или огорчение, они уже привыкли. Для нас это уже стало привычным таким делом, введение основ финансовой грамотности. Поэтому, конечно, учителя, они всегда выступают за какие-то нововведения или какие-то интересные событийные мероприятия. Поэтому здесь каких-то вот протестов против введения финансовой грамотности, ну, по крайней мере, от учителей Старопольского края не было. У вас, когда они проходили, ну, у вас же, я так понимаю, в центре они проходили некое такое обучение. А сколько вот оно длится? Обучение наше краткосрочное, оно длится всего 24 часа, и из них у нас получается все эти 24 часа, это дистанционно. Мы ввели такие краткосрочные курсы, объем 24 часа, и педагоги осваивают основы финансовой грамотности в этом объеме. Если уже погружаться более детально в какую-то проблематику или в какой-то отдельно взятый курс, то тогда уже можно в Северо-Кавказском федеральном университете, в Российской академии народного хозяйства. То есть ресурсов много. Уже сколько учителей успело пройти? Ну, учитывая, что по закону об образовании учителя проходят обучение один раз в три года, то, наверное, уже у нас стопроцентно идет обучение учителей. Потому что за последние только 5-7 лет мы обучили порядка 10 тысяч педагогов. Но это не отдельно взятые курсы, как я сказала, а в рамках охвата вот этим двухчасовым модулем, который введен во все программы повышения квалификации. Марина Михайловна, ну давайте вернемся еще раз к мероприятиям. Вы уже так обозначили их. Давайте поподробнее. Какие, например, в этом году предусмотрены мероприятия именно по финансовой грамотности? Может быть, даже с выездом на территорию России? Центром действительно проводится очень большое количество самых-самых разнообразных мероприятий. Причем в эти мероприятия включены различные целевые группы. Вот буквально вчера у нас состоялся круглый стол по финансовой грамотности, в котором принимали участие наши учителя. И из таких больших мероприятий, которые мы планируем на оставшийся период времени, это с сентября по декабрь этого года, то у нас намечено 30 сентября наш третий интернет-форум по финансовой грамотности. Третий раз мы его уже будем проводить. Он проводится у нас ежегодно. Интернет-форум, он проходит на площадке нашего института. Там у нас 5 различных секций. И по работе с детьми-инвалидами секции, и по работе педагога доп. образования, и по работе воспитателя дошкольного учреждения, и секция учителей начальных классов. И из таких больших мероприятий у нас в октябре месяце будет проводиться олимпиада, краевая олимпиада для школьников. С 1 сентября, как я уже сказала, вводятся обновленные федеральные государственные образовательные стандарты. И вот там особым направлением, или красной ниточкой, провозглашены вопросы функциональной грамотности. Функциональная грамотность, она включает несколько направлений, и одно из них это финансовая грамотность. И вот мы проводим такую олимпиаду для школьников, в которой будут включены вопросы функциональной грамотности, в том числе финансовой грамотности. Будут принимать участие все муниципалитеты нашего края. Будет у нас такое поэтапное проведение этого мероприятия. Сначала в муниципалитете районная олимпиада, и затем на краевом уровне уже краевая олимпиада. Это для школьников старших классов? Для школьников старших классов. Это будут восьмые классы. А вот мероприятия, на которые дети могут прийти с родителями? Из таких мероприятий у нас очень хорошо себя зарекомендовали семейные фестивали. Семейные фестивали, в которых уже совместно и дети, и родители принимают участие в этих мероприятиях. Это могут быть какие-то викторины, какие-то секции, какие-то студии. То есть формат этих фестивалей тоже самый-самый разнообразный. Но здесь самое главное, что и дети, и родители вовлечены в одну и ту же деятельность. И это здорово, когда и дети, и родители в одном направлении движутся, и одни и те же цели достигают. Ну, вроде как, это такой некий факультатив все равно получается, или не совсем? То есть это урок? Ну, домашние задания по нему будут задаваться? Домашние задания будут задаваться в рамках того предмета, в котором это изучается. И, безусловно, если там вопросы, например, на какой-то теме касались финансовой грамотности, то, конечно, детям будут задаваться и задания по финансовой грамотности. Давайте немного расширим тему нашей сегодняшней программы и чуть-чуть буквально поговорим о функциональной грамотности. В принципе, что это такое, что оно из себя включает? Ну, функциональная грамотность включает очень большое количество различных трактовок. Это знания для жизни. То есть как ребенок, как подросток умеет применить полученные знания на практике. И сама функциональная грамотность, она включает как бы несколько направлений. Это читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции. То есть креативное мышление. Вот эти все виды грамотности, они в себя включают понятие функциональной грамотности. И формировать финансовую грамотность, не будучи уметь читать или считать, ну, это невозможно. Поэтому вот каждое из направлений или составляющих функциональной грамотности, они взаимосвязаны. И нельзя изучать одно, не зная другого. Интегрировано друг к другу. Да, метод такой предметный характер. Марина Михайловна, и все-таки дошкольники. Про школьников мы поговорили сегодня много. Что будут делать малыши наши в детских садах? Вы говорите, что там тоже это включается уже сейчас. В детских садах у нас тоже основы финансовой грамотности включены, так сказать, в целевые ориентиры. И уже с дошкольного возраста, уже с 4-5 лет дети будут изучать основы финансовой грамотности. Поэтому в каждом детском саду, конечно, создаются свои условия для того, чтобы дети познавали финансовую грамотность в том числе. Вот у нас впереди планеты все. Это город Невиномыск, детский сад 41. Они одни из первых начали внедрять основы финансовой грамотности. И уже своим опытом они делились на наших конференциях, на форуме, на круглых столах. Поэтому с дошкольниками тоже очень много можно провести различных игр, различных квестов, посвященных финансовой грамотности. Викторин, семейным также фестивалям. Поэтому здесь работа тоже очень такая интересная. Но и методика несколько иная, чем в школе. Больше, наверное, игровая. Игровая, дети, совершенно верно. То есть это сюжетно-ролевая игра. Например, почта, например, магазин, например, больница. То есть любую сюжетно-ролевую игру можно как бы увести в направлении финансовой грамотности. Ну а там существуют какие-то методички, пособия, рабочие тетради? Пособий тоже для дошкольников разработано большое множество. И более того, скажу, что Министерством просвещения разработаны методические рекомендации по ведению экономических знаний для детей дошкольного возраста. И уже этими методическими рекомендациями пользуются наши воспитатели. Ну что-то добавляя свое, какие-то интересные наработки. И это тоже, конечно, интересно внедрять и в детском саду в том числе. Ну вот детский садик вы один отметили. Отметьте какие-нибудь школы, которые также впереди планеты всей у нас в Ставрополе или в Ставропольском крае? Школ на самом деле очень много. Я даже вот так, ну шестая школа города Ставрополя, пятая школа города Ставрополя. Да, наверное, в каждом районе можно назвать школы, в которых действительно основам финансовой грамотности уделяется прям такое пристальное внимание. Поэтому не хочу обидеть наши школы. Практически все школы, они очень активно где-то в одном направлении, где-то в другом. Время уже какое-то прошло. Все-таки можно проанализировать, как вы считаете, нужно ли это действительно детям вот в таком маленьком возрасте и какие положительные результаты это, может быть, уже принесло и показало прямо наглядно? Ну такую статистику мы как бы не проводили, а уже учителя, они отмечают, что действительно вот те мероприятия, которые проводятся в школах, которые проводятся на уровне края, они среди детей получают все больше популярности и распространения. В олимпиадах дети все больше принимают участие по количеству. Но если в начале у нас было где-то 100-150 человек, то в последнее время это число гораздо увеличивается. До 900 школьников у нас было три года назад олимпиада, в которой принимали участие наши школьники. То же самое сказать, если о педагогах, тоже большое количество вовлекается во все возможные мероприятия. Мы проводим конкурсы по финансовой грамотности для учителей на лучшую методическую разработку. И здесь тоже количество учителей, которые принимают участие, растет ежегодно. Ну я думаю, что в принципе Министерство образования ставит на этот предмет, на эту интеграцию, очень большие ставки. Мы желаем вам, конечно, успехов обучить всех педагогов, чтобы они замечательно преподавали это все нашим детям. Спасибо вам большое. Спасибо. Приходите в студию еще. Ну а в гостях у нас была Марина Панасенкова, проректор Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования. Ну а вы, уважаемые телезрители, берегите себя, оставайтесь на своем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok